Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Мелец, с вами Сергей. Сегодня сделаем интересную самоделочку из вот такой пивной кеги. Самоделочка будет полезна как для частного дома, для сада, для огорода, ну и также для мастерской. Поэтому давайте приступим к ее изготовлению. И первое, что нам потребуется, это стравить газ с данной кеги. Поехали! В интернете много видел способов, как стравить воздух с данной кеги. К примеру, можно взять обычную веревку, сделать петлю, одеваем и теперь накручиваем рычаг и с помощью рычага уже спускаем воздух. А я просто взял вот такую пластиковую крышку от полторашки, ставлю ее посередке и нажимаю рукой. Смотрите. Все. Воздух стравил. Смотрите. Как видим, все проминается, то есть воздуха нет. А мы продолжаем. Одна кеги отмерил 40 сантиметров и прочерчиваю линию. После этого верхнюю часть нужно срезать. Использую для этого УШМ, но скажу сразу, можно взять обычный канцелярский нож и также ножом обрезать лишнюю часть. После этого беру вот такую металлическую пластину и помещаю ее внутрь нашей кеги. И эта пластина придаст нашей кеге больше жесткости. Ну и после того, как ее поместим вовнутрь, нужно будет посадить все это на заклепки. Заклепки использую четверочку. Нужно будет использовать 8 штук. То есть я использовал 4 сверху и 4 снизу. После этого приступаю к полипропилену. Использую 25 трубу. В итоге мне понадобится приблизительно 2,5 метра. Все размеры можно узнать по скриншоту. Сейчас сделаю небольшой скриншот. И можно нажать на паузу и посмотреть все размеры. Ну и затем приступаю к сварке. Всю сварку показывать не буду. Покажу некоторую последовательность. Потому что смотрел за некоторыми мастерами и у всех разная последовательность. Кстати, все это можно было, конечно же, сделать из металла. У меня даже есть станок холодной кофе. Но сейчас, зараза, очень дорогой металл. Напишите, кстати, в комментариях, какой у вас, почем сейчас металл. Потому что в Москве он очень дорогой. Ездил недавно в область. И там тоже металл тоже недешевый. Да и лес даже сейчас тоже очень дорогой. Поэтому делимся в комментариях, у кого, сколько, почем стоит лес и металл. Ну а мы продолжаем. Сейчас, занимаясь пайкой, уже почти спаял всю конструкцию. Вот так вот. Теперь нужно просверлить два отверстия Я сверлю восьмым сверлом с одной стороны и с другой стороны Сверлить нужно на одинаковом расстоянии, либо сверху, либо снизу Ну и конечно же все это обезжирим и уберем вот эти все надписи И затем приступаю к покраске, использую обычную черную матовую краску После того как все покрасим, можно приступать к сборке Сборку опять же здесь нужно закрутить всего лишь два винта, два болта с одной стороны и с другой стороны Прикручиваю через шайбочку Этого будет вполне достаточно Как видим есть зазор по бокам Друзья, вот такая простенькая урна у нас сегодня с вами получилась Ну я думаю она все равно намного лучше выглядит, чем мое старое пластиковое ведро Кстати вот эта металлическая пластина, она придает не только жесткость нашей кеге Ну и также мы крепим болты через нее и не боимся, что порвется пластик Урна рабочая, как видим, все работает, функционирует Кстати напишите как вы бы использовали такие кеги Ну а мы на этом будем прощаться Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем пока, до новых встреч